друзья перед тем как приступить к просмотру этого ролика рекомендую всем приготовить чайку и печенюшки либо накрыть себе примерно вот такой столик вот и и и и и и и и и Спасибо. Спасибо. Всем привет, друзья мои и подружки, и с вами как всегда Фаниль, и вы снова попали на мой канал «Сделано в деревне». Друзья, начинаем сезон, точнее открываем сезон, и сегодня едем на проект Лильяпа, будет продолжение того самого проекта, который был в прошлом году. Вот из этого ада надо сделать рай. Ага, звезда. Вот это да. Более-менее новая доска, старая доска, новая доска, старая доска. Прораб пришел. Мокрый. Ха-ха-ха. Немножко пыльно. К пиву, ребята. Такое пространство теперь. Дубов. Бревно в бетоне. Видели когда-нибудь, ребята? Теперь начинаем делать лепешки. Смотрите, какая красота уже. Подписывайтесь на наш канал. Поехали! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так что сейчас поедем, посмотрим, покажу вам, что нам там предстоит, какие работы. Погнали! Примерно каждое мое утро начинается вот так вот. Дети идут в садик, а я на работу. Ну все, приехал. Местами дороги, конечно, шедевр, ребята. Итак, деревня старая Болтачева. Начинаем тусняк, движуху. Где асфальт, там нормально. Где нет асфальта, там капец какой-то. Каша. Еще снега много в этом году. Весна опаздывает. Вот он объект, проект Лильяфа. Заходим. И попадаем вот в такую комнату. Это как бы тамбур. В прошлом году мы вот так вот утеплили стены и внутреннюю часть вот так и оставили, потому что в дальнейшем нужно было сделать вот эту комнату. И вот как раз пришло то самое время. Будем обшивать вагонкой, потому что альтернативы не нашли. Можно обшивать вагонкой, ОСБ, всякими такими материалами. Можно профлистом изнутри тоже обшить на самом деле. И заказчики отказались утеплить все эти стены наружные, вот этот тамбур. Так что утеплять не будем, просто будем обшивать и сделаем, чтобы было более-менее красиво. Из доступных обычных простых материалов. Эту стену тоже будем обшивать. Все стены будем обшивать. Дверь придется нам поднять, чтобы уменьшить вот эту лестницу. Лестница будет где-то тут, поближе. И здесь будет как бы площадка наверху. И вот сюда будет идти. Саля. Лилья повышла. Вот так пойдет, короче, стена. Вот тут лестница. Стена там заканчивается. И сзади будет, ну, такой, такая комната, можно сказать. Такой полуостров, где будет стоять шкафчик, скорее всего. Вот такие пока планы. Все это надо будет сейчас вынести. Разобрать полы. Потом сделаем каркас. Каркас будет металлический. И тут у заказчика есть некие материалы. И уже они там начали гнить. Но надо их все равно использовать. Будем с ними что-то делать. Чтоб не пропадало даром. Вот такие дела. Тут у нас и газ, и вентиляция, и электричество. Все в одной куче. Надо будет все это разобрать. И нормальненько все это сделать. Надо будет где-то сделать вентиляцию обязательно. Потому что тогда здесь будет конденсат. Тепло, которое будет выходить из дома, будет тут накапливаться. Надо что-то с этим делать. Пока у них с этим проблем не было. Потому что везде много щелей. И тут естественная вентиляция. Когда работаешь с современными материалами, инструментами, получается делать все герметично. Из-за этого и все проблемы. Не хватает потом вентиляции. Из-за этого вентиляции. О, красота. Можно посидеть. Дверь на помойку. Обратно поставим. Мне все страшно. Тонно. Чтоб поднять дверь, мы будем поднимать его до вон той железной штучки. Вот это снимем. Сейчас уберем в верхнюю коробку. Такое решение пока в голову приходит. Чтоб заново не делать все. Поднимаем наверх, потому что вот здесь слишком близко к земле. и вот сюда может зайти вода. Потом здесь будет пол дальнейший. Так поднимем. На улице лето. Вот отсюда стекала вода. И вот здесь все замерзло. Вот тут есть еще одна дверь. И мы его сейчас замуруем. Сначала уничтожим, потом замуруем. Вот так выглядит этот объект через год. Практически ничего не изменилось. Все так же, как и было. Все мило и красиво, как и было. О, тут мы были. Дальше Здесь еще зима Аляшу трубалару астанда индулл Ахаха Гадость Нашли клад Клад нашли профиль Что за прикольный цвет Очень синий называется Очень синий, грунтовка На всякий случай Процесс идет Сделали балки Лаги Деревянные Из старых половых досок Которые были здесь Все идет дело Внизу металлический профиль Со всех сторон С усилением Внизу Внизу крылью Внизу окно Внизу окно с дверью вот так вот ну как бы без порога сейчас из-за этого надо будет оставлять вот это расстояние для половых досок и собрать каркас такое вот решение вот настолько подняли дверь сантиметров тут подняли 10 с половиной на 10 уже хорошо вода не будет заходить в пол а Субтитры сделал DimaTorzok Шикарно Вот эти нежные лаги обработали маслом А эти, наверное, такие старцы Которые повыше Металл все покрасили на всякий случай Красивой синей краской Теперь будем делать полы из шпунтовки Такие доски Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доска тоньше Добавляем заплатку Тоньше, чем остальные Добавляем заплатку Я сейчас покажу вам кайф Утепленные носки Ааа, прелесть Особенно снизу, по-любому О, блаженство То же самое Не, это не выход Надо снять и выбросить Вот такая красота получается Но на сегодня хватит Продолжим завтра Какой красивый закат О, мой сторож сидит Сторож убежал Не получилось его заснять нормально Камера снова сдохла Ой, как эта камера меня уже достала У папы тоже машина украшена И снова мы тут Камера снова сдохла О, мой вместо циркулярки есть вот такая циркулярка но она не подходит для продольного пиления надо нормальный электрический они аккумуляторный это подходит только вот так вот поперек резать нормально так что знайте если будете покупать это не подходит для продольного пиления либо циркулярка помощнее и электрическая их мои гламурные носки продолжаем работы выравниваем потолок таким вот способом прикрутили еще одну доску уже в уровень так нам нужно вот так вот желтых саморезов нет извините обычные православные черные саморезы но их много да и тут упор еще быть так что не страшно сейчас еще добавим вот здесь вот половые доски старые четкие сухие и будет нормально ушуршить с помощью самореза всю стену чтоб пена как-то приклеилась хотя бы чуть-чуть народные технологии выравнивания потолков все уже выравнили как вы сейчас приберемся немножко уборка конюшин но потолок есть теперь стены крепим обрешетка кровельный саморез металл простите ради бога в некоторых местах православные еще один день позади поехали домой темно ребята идет дождик кайфово дождик кайфово дождик кайфово технология не пиле на эту гранду 6 ребята смотрим сначала прикручиваем вот так вот к металлическому профилю еще раз показываю сверху уже самореза крутим а вот этот брусок и все монолит что еще делать вот такая импровизация на полу уже на пол просто крутим это же без проблем что еще раз что-то 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 Офигеть! тут такая ставка чтобы вот так не наклонилась для доска как обычно супер сырая из-за этого проходим два раза по чуть-чуть чтобы вырезать потому что я как и говорил вдоль вот так вот эта штука не справляется мощности не хватает просто и доска еще сарая капец и дела ребята а в остальном супер удобно и конечно сырые доски это боль это боль для всех инструментов вау сколько добра вот из этого надо сделать красивые стены собачиваем крутые доски как перчатка самый верхний сами нижний вот так вот забиваем прям сверху потом закроется принтусом а центральный вот сюда вот в пасть вот так вот получается и ни одного гвоздя не будет видно а как обычно обычно всегда так делаем деревенский метод тут по-другому не умеют вот так вот 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 вот перчатки щетка и красиво такая просторная комната была сейчас мы его уменьшим нет в больших Субтитры сделал DimaTorzok Великий уравнитель 2 Субтитры сделал DimaTorzok Станина у торсовочной пилы Шедевр, вот торсовка И вот так вот И красиво Но темно Уборка краюшек Малярные работы Покрываем Вот такой штукой Для сауны что ли? Да, для полов баней, сауны И для стен Чтоб доска раньше времени не тускнела Я тут балуюсь Еще один рабочий день позади Снег потихоньку тает Тут двор открывается Вот Наш прутик Еще под снегом Вот так вот Закрывали некоторые растения В том году я не успел вам показать Просто полетели Вот так вот Туи уже открыли Маленькие туи тут сидят Они были закрыты Вот такой штукой Незамысловатой Вот Геотекстиль И вот такой конус Ну конус как пирамида Красота Скоро Когда вот этот снег все закончится Все зазеленеет Будет красиво Грибы, кстати, я в этом году вообще не убирал Они зимовали здесь Прям Под снегом были И С ними все в порядке Никаких проблем Даже краска не потускнела Все четко и красиво Сейчас добьем Кто там стоит Кто-то в сундуке живет О, кто-то уже линолеум Кто-то положил Я купил новый аппарат Экспериментальный Образец Сколько стоит Три с половиной Три с половиной Три с половиной Прошу сабилу Три с половиной Три с половиной ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последние штрихи. Сейчас плинтуса добьем вот здесь. Покрасим. Найдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо еще раз сделать уборку конюшен, но перед этим покажу вам, что мы тут сделали, ребята. Вот такие комнаты. Ну, комната одна, можно сказать, получилась у нас. Тамбур. Вот здесь будет шкаф. Из-за этого и вот эта стена находится вот здесь. Можно было выставить его вон там. Тут было бы поправить в стороне, но... Вот тут надо шкаф, еще она будет открываться, еще проход надо ставить. Из-за этого максимум его прижали в эту сторону. А то еще кто-нибудь спросит, почему он там, эта стена. Вот из-за этого здесь, скорее всего, будет вешалка какая-нибудь, чтобы одежды оставить и зайти уже домой. Потому что в доме там вот здесь нету нигде. Вот здесь есть. Но здесь уже некрасиво. Для этого можно будет вот здесь оставлять одежду и заходить будет нормально. Что еще показать? Все. Проходной выключатель сделали вот так. Вот тут выключаем, включаем. Вот. Выключили. То есть, включили. Ночью выходим. И вот тут выключаем. Когда заходим, включаем. Вот тут выключаем. Вот и все. Вот такие решения этот. Больше нечего показывать. Все по-простому. По-деревенски. Из простых материалов. Ваконка. Обработали вот такую штуку. Я вам уже показывал. Пол надо будет еще раз обработать. Заказчики это уже сами сделают. Но еще одним слоем пройдут. Не помешает. Пусть пока подсохнет до конца. Она еще немного влажная. Не влажная, а такая непонятная. Не подсохла еще до конца. Вот так вот. Вот тут вентиляцию оставили. На всякий случай. Обычная дырка без вентилятора. Просто так. Потому что это как бы холодная комната. Думаю, будет справляться. Если не будет справляться, вот исправитель положения. О, тукмай буй ларает. Здесь уже форточки нет. Эти окна как бы уже были здесь. Остались на своем месте. Что еще показать? Вроде все уже. Все показал. Везде вагонка. Вот такие вот решения. Естественно, можно покрасить. Там сделать декоративные элементы. Вот эти наличники тоже у нас здесь вагонки. Можно их в отдельный свет. Там морилка или краска. И кому-нибудь если такое нравится, можете себе сделать. Там плентуса в отдельный свет можно сделать. Покрасить можно вагонку в любой свет. Пол можно морилкой, там лаком покрыть, покраской. И любой свет можно сделать. Это обычная доска. Можно по-всячески там экспериментировать. Ну вот здесь будет все по-простому. Все в один свет как бы. Дерево. Натур-продукт. Такое решение. Если помните, мы дверь там поднимали. Вот теперь нормально. Дверь не в уровень с землей, а повыше где-то на 12 сантиметров. Вот здесь оставили вот такую полку. И вот так, скорее всего, в дальнейшем она будет. Чтобы оставить обувь, чтобы обувь не была на улице. Чтобы вот здесь можно было оставлять. И тут не мешалось. Вот такое решение. Вот это все уберется, наверное, потом. Ну, я так думаю, воздушно и не уберется. Дарсенек Саплара. Ставим телевизор. Вот сюда повесили. Сейчас подключим Wi-Fi и все. Все показывает и работает. Ты смотришь. О, там тоже я. Ты смотришь. И вы снова попали на мой канал. Сделано деревья. Мы как бы уже закончили работы, но ехать домой пока неохота, потому что Лильяпа готовит там вкусняшки. Так что дождемся. Покушаем по-нормальному. И поедем домой. Иначе нас просто так не отпустят. На улице лето почти. На солнце. Ох. Деревня. Деревня. Да. Тут работы еще по-нормальному. Жрать. Пошли. Что там у нас? О, береги-текеси. Кайф. Спасибо этому дому. Пошли к другому дому. Жрать. Внимали. Ух. Машина в Камчатке. Кайф. Кайф. Если я хочу жрать, я всегда говорю жрать. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 нормально покеда ну вот друзья и этот проект подошел концу надеюсь вам понравилось вот такой вот получился ролик незамысловатый все по-простому как вы любите и если конечно же остались вопросы пишите в комментариях там постараюсь ответить как обычно спасибо всем кто помогает мне накопить на камеру орлы и как всегда на поседок желаю всем здоровья и отличного настроения увидимся в следующем видео всем пока